А во Франции слишком худым девушкам, прежде чем выйти на подиум, теперь придется предоставить медсправку о том, что их вес соответствует норме. Если в журналах фотографии моделей подверглись редактированию, это тоже обязательно должно быть указано. Такой закон приняли депутаты парламента. Отмечается, что нарушившим правила грозит солидный штраф. Французские власти утверждают, что подобным образом они смогут бороться с проблемой болезненной худобы среди представительниц модельного бизнеса. Франция последовала примеру Италии, Испании и Израиля, где законы, закрывающие тощим моделям путь на подиум и в рекламу, были приняты еще два года назад. Запрет на слишком худых манекенщиц вызвал критику со стороны представителя модельного бизнеса Франции и одобрения публики. Мы заметили, что средний вес моделей снижается с каждым днем и во Франции, и за рубежом. Модели часто подвергаются давлению со стороны агентств и дизайнеров, которые требуют, чтобы они сбрасывали вес. Посмотрите только съемки с модных дефиле. Теперь, при найме на работу, модели обязаны предоставлять справку от врача, удостоверяющую, что индекс массы их тела не ниже 18. То есть девушка ростом 1,75 м должна весить не менее 55 кг. Нарушение этого правила обойдется работодателям тюремным заключением на срок до 6 месяцев или денежным штрафом в 75 тысяч евро. Помимо этого, журналы обязали указывать на рекламных снимках, что внешность модели была изменена с помощью фоторедактора. Во всем виноваты модные журналы. Они так ретушируют снимки моделей, что создают у молодых девушек, мечтающих о подиуме, искаженное представление о человеческом теле. По-моему, проблема заключается не в размерах модели. Эти девушки высокие, худые и молодые. Таково их телосложение. Они не страдают от недоедания или, хуже того, от анорексии. Это серьезная болезнь. Во Франции от анорексии страдают до 40 тысяч человек. Каждая пятая девушка хотя бы раз в жизни сидела на диете.